Вся страна с огромным интересом наблюдала за рабочей поездкой президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в открытое акционерное общество «Парахонская». Сегодня оно по праву считается школой передового опыта для аграриев всей Беларуси. Глава государства дал высокую оценку культуре земледелия аграрного предприятия Полесской глубинки. Именно на развитие этого региона страны должно быть обращено более пристальное внимание. А вот образцом «как» и «что» надо делать президент назвал земли открытого акционерного общества «Парахонская», где достигнут высокий уровень хозяйственности и развития социальной сферы. «Чисто, красиво» оценил глава государства. Накануне профессионального праздника агрария в Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности творческая группа телеканала «Пинск» побывала в хозяйстве, чтобы из первых уст узнать о впечатлениях от встречи с главой государства, о том, как и чем живут парахонцы, как из года в год добиваются поразительных успехов, за которые удостойны высокой правительственной награды – Ордена Трудовой Славы. Парахонцы – удивительный народ, полное достоинства, бесконечно влюбленный в свой живописный уникальный край. Неутомимые труженики сегодня полны гордости, что высокую оценку результатом их труда дал сам глава государства. Эмоции самые положительные. Общение с президентом – это стоит. Очень поднялось настроение сотрудников ООО Парахонской, вообще всего Парахонского сельского совета, вообще в округе всех, от того, что действительно он оказал нам такую честь, он посетил наши предприятия, что он оценил на таком уровне, что везде после того, когда он посещает остальные предприятия, мы везде слышим «Парахонск, Парахонск, Парахонск». И мы очень гордимся этим. Высокую оценку нашему труду мы получили лишь благодаря тому, что каждый из наших почти 800 человек трудится от души, трудится, выкладывая себя на все 100%, трудится во благо нашего хозяйства, во благо нашей Родины, во благо всего человечества. Я очень рад, что являюсь частью такой большой дружной команды, которую глава государства на всю страну сказал, что это бразец для подражания. Поэтому будем дальше стараться покорять новые вершины и достижения. Он остался под большим впечатлением от нашего агрогородка, от нашего производства, от людей даже. Он сказал, что да, пляшуки – это и есть соль земли, которым на самом деле люди умеют работать, люди умеют отдыхать. Он сказал, что вот ему все понравилось. И его порадовало то, что везде порядок, везде чистота. Понравилась ему облагороженная наша земля. Отметил, что везде порядок, все выкашено, все посеяно, разделано все, и мелиоративные каналы все чищены. Мне выпала такая честь вручать картину ему. Ну, понравилось наше хозяйство. Много было затронуто разных вопросов и о мире, и о мелиорации у нас в хозяйстве. Благодарил за работу. Приятно было всем, приятно было встретиться с президентом. Первые впечатления были прям трогательные до слез. Не верилось, что вот сбылась мечта маленькая. Нас хвалил вообще прям, ну, мы достойный похвал на самом деле. Услышать слова похвалы от президента, который все три десятилетия у руля страны посвятил возрождению села и подъему сельскохозяйственного производства особенно важно, бесконечно дорого и почетно. Для каждого человека, а особенно для руководителя, это и огромный стимул держать планку достижений на таком высоком уровне. Есть над чем работать, и многие вопросы поставлены передо мной в личной беседе. Ну, а я должен донести это до коллектива. Резервы есть, есть желание, и, естественно, есть желание у коллектива, потому что наш труд – это их заработная оплата, это их благосостояние, это жизнь нашего региона. Все, с кем удалось пообщаться в Парахонском, хранят в душе светлые и радостные воспоминания. В завершение увиденного он оценил его на дожинках. Мы получили орден трудовой славы в знак благодарности за труд нашего предприятия. Очень рад, что смог лично его увидеть, поговорить с ним. Вопрос касался приграничья, актуальный на теперешнее время вопрос. Получил я полный ответ. Значит, глава государства очень этой темой вовлечен в нее и не оставит нас никогда на все вызовы, сказал и угрозы, реагирует адекватно. Значит, мы в безопасности, поэтому можем работать в полной, значит, уверенности в завтрашнем дне и снова развивать свое предприятие. Им, труженикам и патриотам своей малой родины есть чем гордиться. После приезда Александра Григорьевича у Парахонского появился новый, еще более высокий статус. Статус самого престижного предприятия агропромышленного бизнеса в стране. И парахонцы рады поделиться своим опытом с коллегами со всех уголков Беларуси. Без мелиорации вообще сложно чего-то добиться, какого-то результата, получить продовольствие, ну, корм скоту и все прочее. Без мелиорации никуда, поэтому у нас этому уделяется много времени и сил. Благодаря приезду Александра Григорьевича, вот он своими глазами увидел, то, что это все осуществимо, и можно поддерживать мелиоративные системы в надлежащем состоянии. Можно получить урожай хороший. Ну, вы сами видите, как тут за счет хозяйства и, говорится, и городок процветает. Без порядка на земле урожая не будет. Тем более в нашей такой сложной зоне. Поэтому, как видите, результат есть, и результат стабильный, стабильный. Ну и, как оценил глава государства, результат достойный. Касается это и создание полноценной кормовой базы, в том числе заготовки высокопитательных гранов из травяной муки, которых в этом году на заводе по производству биомассы заготовлено 3 тонны 200 килограмм. А это практически годовая потребность. После приезда главы государства очень много людей, много очень хозяйств заинтересовалось именно этой продукцией. Это задумка нашего директора. Совместно с замдиректора Виктором Михайловичем Левшой они это задумали, они это ввели в процесс, в эксплуатацию. И, слава Богу, это все дает нам хороший результат. Равнение на Парахонское практически так можно расценить слова, которые сказал во время рабочей поездки президент, обращаясь к государственным чиновникам, а по сути к руководителям всех предприятий страны. Надо сделать, как у него. Понимаешь, вот разительно отличается Беларусь там, где он хозяйствует, и туда дальше. На глубоком полясь. Даже отдельные поля, которые он пашет, а там не надо, вот у него обработано чисто, красиво, я вот прилетел практически все хозяйство. Почему? Хозяин. 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 Коллективу открытого акционерного общества понадобился не один год, чтобы достичь то, о чем раньше селяне могли только мечтать. Результаты были давным-давно достойные, и это награды, которые мы получили. Все-таки не секрет то, что 1% мяса, производимое в Республике Беларусь, это производимое в ООО Парахонском. И реализация больше 150 тонн молока в сутки, не каждый может такими цифрами похвастаться. Удой выше 10 тысяч на одну фуражную корову, килограммовый привес. Задачи, которые ставились перед коллективом, просто в какое-то время казалось, ну, такого не будет. Ну, потом смотрим, потихоньку-потихоньку все получилось. А это благодаря тому, что руководитель все время, не сдаваясь, и шел мелкими шагами вперед, вперед, вперед. Подтверждение этих слов можно привести вот такую цифру. За последние 10 лет производство молока в хозяйстве выросло вдвое, и невозможно не привести еще две. Удельный вес производимой Парахонским молочной и мясной продукции в общем объеме в Пинском районе составляет практически треть. Трудимся, трудимся, надаиваем молока в сутки больше 10, ну, бывает даже 12 тонн, это не в сутки, а в одну дойку. Ну, и еще плюс 10 тонн где-то вечером надаиваем. В сутки надаиваем где-то 23 тонны молока, один комплекс. Вот. Ну, наше хозяйство может накормить всю Брестскую область молоком. Достойная заработная плата. Условия труда у нас прекрасные. Соль земли полеской, люди, трудом возделывающие родную землю, делая ее богаче и плодороднее. Последние четверть века хозяйство под руководством Владимира Хроленко проделало огромный путь и на глазах современников продолжает двигаться вперед и только вперед. И каждый, кто причастен к общему успеху, связывает достижения хозяйства с личностью своего руководителя Владимира Хроленко. Человек с самой большой буквы, человек неиссякаемой доброты и энергии, силы и мужества, смелый, уверенный. Эти слова искренне звучали из уст работников разных производственных участков. Повезло нам с командой и руководителем нашему частично тоже. Тут не секрет. Все в одну кучу сложилось. Люди ходят добросовестно выполняют свою работу. Не ищут лучше, а делают то, что надо. Все зависит от коллектива, от слаженности, чтобы было все, чтобы делалось все в свое время. Хороший, отличный руководитель, который понимает, что если вложил рубль, надо получить два. Лучший руководитель в мире. Дай бог ему здоровья и мы будем идти только-только вперед. Наш руководитель со всей ответственностью подходит к этому делу. Он просто тут уже не первый год, и он видел, как это все могло быть, и как оно было, и что могло бы стать с этим хозяйством. Поэтому он в первую очередь всегда это на контроле держит и колоссальные силы на это затрачивает. Человек мудрый, добрый, любящий свое дело. А там, где есть любовь, там есть успех, там есть достойная жизнь, достойный заработок. Все, что находится не только в ООО Парахонской, а вообще в нашем агрогородке, во всех деревнях, которые относятся к Парахонскому сельскому совету, это благодаря Владимиру Федоровичу. Он поступательно, но движется к намеченной цели, и это благодаря вот этому всему есть наш Парахонск, построено, отстроено, все сделано. Человек государственный, имеющий россыпь самых высоких наград и признаний, Владимир Хроленко превыше всего ставит благополучие своих земляков, и потому стремится идти в ногу с лучшим. Надо просто желание. Все остальное ставить перед собой неуполнимые задачи, и они через некоторое время будут просто мизерные. Последние четверть века отдал Владимир Хроленко родному хозяйству. Благодаря крестьянской мудрости и прозорливости, создавая команду таких же профессионалов-энтузиастов, вывел Парахонское в число передовых, а главное сделал, как и мечтал, жизнь земляков обеспеченной и счастливой. У нас в Парахонске, у Парахонска работает очень много молодежи, все для молодежи делается, есть и школа, и детский сад, и музыкальная школа, и спортивная школа. Все для молодежи есть, для детей все есть, и поэтому мы остаемся дома, тянет только домой. В городе хорошо, а в деревне лучше. Высокие награды и оценка президента заслужены и завоеваны отнюдь не случайно. Это парахонцы доказали и результатами 2024-го. Урожай этого года щедро вознаградил тружеников за работу. Этот год уникальный. Мы впервые, наверное, молотим 10 тысяч тонн кукурузы к нашему всему. Для меня это большое дело, потому что несколько тысяч тонн я всегда закупал зерна. Теперь вот гранулы кукурузы позволят достойнее жить. Молока надоем за 10,5 тысяч в этом году. Мясо реализуем на уровне. При весе будет около, не около, а будет килограммовый на всех видах от корма и доращивания бычков. Еще такого не было. А за этими показателями точное соблюдение технологии, продуманные риски, поставленные во главу угла экономика, используемые резервы и накопленный потенциал. И главным созидателем этих задач остаются люди. И вклад тружеников дважды орденоносного открытого акционерного общества «Парахонская» в продовольственную безопасность страны, развитие всего агропромышленного комплекса Беларуси имеет высокую цену. И поистине бесценно продуктовое изобилие на столах каждого жителя региона и страны. Зерно в амбарах, посевная закончена, корма заготовлены. Просто гордость за наших партнеров, друзей. А когда это население есть, значит город всегда будет накормлен, сыт. И наша переработка обеспечена сырьем. За это им огромное спасибо.